Добрый день, меня зовут Мария Полякова, открытая мобильная платформа. Я отвечаю в компании за развитие образовательного взаимодействия с ВУЗами. Как отдельное направление, просто сразу хочу пометить, коллеги давно работают с ВУЗами. Вот один из моих коллег, который ранее у нас выступал от нашей компании, Кирилл Чивилин, лапкой помахал. Коллеги давно работают с ВУЗами. В отдельном направлении у нас это выделено чуть больше года. Поэтому, если что, как говорится, простите сразу. Чуть-чуть расскажу о нашей компании. И, собственно говоря, как у нас за последний год произошла эволюция подхода работы именно с образовательными программами, с нашими материалами. Ну, собственно говоря, мой доклад об этом. Итак, наша компания, она в первую очередь, как бы у нас есть некоторые задачи и цели. Мы вырабатываем решения, обеспечиваем его для корпоративной мобильности. У нас есть несколько продуктов. В первую очередь, понятная сама операционная система Аврора. Много споров, но она есть. Есть Аврора-центр, который сейчас уже управляет не только устройствами, на Авроре, но и, если говорим про мобильное устройство, то это у нас Android. Если говорим про десктопы, то это отечественные Linux, в том числе рабочие станции на Alt. У нас есть собственная среда разработки от Аврора SDK. Здесь все разработчики могут делать нативные приложения. Она у нас бесплатная. Мы рекомендуем использовать рабочие станции Alt. Это не потому, что мы здесь на вашей конференции, это действительно так. Можете познакомиться. У нас есть на нашем стенде устройство, где можно посмотреть, попробовать. Там развернутый SDK можно посмотреть, как разрабатывается приложение. Мы являемся софтверной компанией. Соответственно, все устройства у нас поставляют российские вендоры с той или иной степенью локализации. С устройством, опять же, можно посмотреть для внимания. Что же, собственно говоря, с чем мы столкнулись? То есть все хотят идти в IT. Я на самом деле фразу «войти, войти» услышала только, наверное, год назад для себя открыла, простите. Но мы понимаем, что очень много популярных направлений, очень много курсов, очень много всех, кто разрабатывает под iOS, под Android. А вот фундаментальных профессиональных кадров не хватает. То есть фундаментальных знаний нет. Когда мы говорим про системную разработку, то, о чем сейчас на слуху у всех, это технологическая независимость. Как мы будем делать, если вдруг уже практически нет iOS, а что же будет, если не будет Android? Ну, как бы вот здесь, если мы говорим про мобильность, то вот сложновато. С точки зрения кадров, опять же, мы стараемся со своей стороны формировать академическое сообщество, взаимодействуем с вузами, и в частности в обучении студентов, и здесь мы не оригинальны, и стараемся развивать open-source проекты. У нас, ну, как выглядит, наверное, этот традиционный комплект материалов, наверное, здесь я не буду останавливаться. В чем же поменялся наш подход? Изначально у нас было, наверное, как у всех. У нас есть некоторые разработанные курсы в компании, мы заключали, соответственно, соглашение муторное и тяжело с вузами. И с нашей стороны, и с стороны вузов, у кого-то где-то занимало это два месяца, где-то там были прецеденты год, и потом вот вуз начинает что-то внедрять. Здесь, наверное, классический момент. И в конце, где-то есть это в рамках электива или семестрового курса, ну, как-то существует. Что же мы сделали? Вот, собственно говоря, мы какое-то время назад с Кириллом зашли к нашим руководителям, сходили к юристам, финансистам, и сказали, вот у нас есть некие материалы, разработанные сотрудниками компании, или, ну, так или иначе, лежащие у нас на балансе. Мы хотим их публиковать публично. Нам как сказали? Ну, это же НМА, это же то, что принадлежит компании, как же? Ну, в общем-то, нам это удалось сделать. Мы опубликовали эти на текущий момент все наши имеющиеся материалы под свободно-пермиссивной лицензией Creative Commons. Поэтому сейчас любое физическое лицо, любой преподаватель может сам взять, ну, и во полном объеме, или частично это внедрять. То есть все у нас размещается, так, куда-то все побежало, на ГИТе. Гитлаб наш открытый, соответственно, лицензия у нас выбрана. Ну, вот, собственно говоря, мы достаточно сложно проходили именно с юристами, ну, как коммерческая организация, мы, в общем-то, это был не очень простой путь. Контрибьюты есть, соответственно, любое физическое лицо, любой педагог, и не только педагог, может посмотреть, дополнить. Мы всегда приветствуем контрибьюты. В общем, наши учебные методические материалы теперь развиваются, мы стараемся развивать, как это, как любой иной open-source проект. Те же самые условия. Это как бы верхнеуровнево все наши, все, что у нас есть в репозитории. Здесь и демки, и примеры приложений, которые коллеги разрабатывали, собственно, в первую очередь для разработчиков мобильных приложений. Есть библиотеки, есть иные инструменты, поэтому как бы папочка education, она одна из них. И условия контрибьюта, условия, собственно, работы с этими активами, активами, они одинаковые. Структура по проекту учебных материалов, она примерно одинаковая. Вернее, она примерно одинаковая. Идеальная структура в полном объеме – это, собственно, граслайды, это комментарии к слайдам, методические материалы, есть описание примеров, есть задания, есть тесты. Структура может немного меняться, в зависимости, наверное, от того содержания. Это модули. Модули, они сформированы таким образом, чтобы педагоги могли сами решать, хотим мы взять полностью все учебные методические материалы, или можем взять только часть и заменить, например, если прикладная разработка, ушел IOS, мы хотим заместиться там на что-то отечественное. Как говорится, приходите, берите. Остальная структура, ну, она, думаю, тут классическая. Так, перепрыгнули. Собственно говоря, какие есть материалы. Если говорим про разработку, скажем, системную разработку драйверов Linux, это изначально делал наш коллега для университета Иннополис на английском языке, но здесь был такой нюанс. Оказалось, что это актив университета Иннополиса. Мы прошли некий маршрут по получению прав на доработку, перевели, доработали, и, соответственно, сейчас это с указанием всех корректных копирайтов лежит у нас. Разработка приложений на Qt, у нас нативные приложения разрабатываются на плюсах, собственно говоря, один из авторов здесь присутствует, Кирилл. И далее мы с партнерами, это кружковое движение, Алексея Федосиловича в этом в этот раз здесь нет, мы разрабатывали 4 программы в прошлом году, это образовательные программы для дополнительного образования в школах. Ну, надеюсь, в следующем году мы сможем даже похвастаться, в каких российских кружках это уже внедрено, и, в общем-то, по России. То есть с сентября есть некоторые, скажем так, кружки дополнительного образования, которые это планируют внедрять. Есть портал разработчика, соответственно, там вся информация у нас открыта и доступна, это Aurora SDK, API-документация, UI-кит и все остальное. Ну, в общем-то, это все предыдущее, то, что я говорила на предыдущем слайде, это доступно для скачивания и для работы любых преподавателей, для этого нет необходимости заключать с нами отдельно взятые соглашения. Если же мы понимаем сейчас, что все-таки мы с ВУЗом идем в какие-то более тесные партнерские взаимодействия, и что-то проводим вместе, ну, давайте говорить серьезно, всем нужны документы. Тогда вот мы заключаем соглашение, можем сопровождать ВКР, берем студентов на стажировки, мы это действительно делаем. Есть у нас, собственно говоря, проекты, которые мы стартуем иногда со студентами в рамках производственных практик, а потом переходят это в НИРы, но вот для этого уже нужны соглашения. То есть мы перешли к подходу, мы не сначала соглашение, потом подумаем дорожной картой, что делать, а все-таки сначала у нас идет материал, посмотрите, если хотите, берите, дальше мы уже двигаемся. Немножко из, как говорится, истории. В 22-м году в финансовом университете была открыта лаборатория, за это время коллеги сделали сами уже приложение «Лектор», это для преподавателей. Ну, как бы я сама видела, тыкалась, оно действительно работает, то есть со всеми информационными ресурсами сочетается, можно посмотреть посещаемость, можно скачать файлы из внутреннего облака, это действительно работает. И, соответственно, в следующем году они постепенно оснащают педагогов планшетами с ОС Авророй с этим приложением. И решают вопрос по ускорению голосования для ученого совета, то есть это приложение, которое они разработали, канует времени и до сутки на подсчет голосов. В этом году открыта лаборатория в МИФИ, пока не могу анонсировать все, чем занимаемся, но, простите, немного конфиденциально, но будем надеяться, в следующем году сможем уже опубличить. Те вузы, с кем мы тоже достаточно плотно работаем, в общем-то, у нас не только Москва, но и есть определенные регионы. На востоке у нас, вот мне больше всего нравится звездочка, это Томский политех, они выступают лучше всех на текущий момент. Где же можно посмотреть материалы? На сайте avroros.ru, education раздел, можно скачать по ссылке все учебно-педагогические материалы, то есть вы переходите на гид и там скачиваете. Есть там же переход на портал разработчика, где все инструменты есть. Студенты могут оставить заявку, вы, как представитель вуза, сами как физическое лицо или представитель организации, можете оставить заявку на проведение какого-либо совместного исследования по технологиям совместимым с УИС-Аврора. Пожалуйста, здесь некоторые вузы с логотипами изложены, всего у нас их более 25, с кем мы установлены так или иначе правовые отношения. И некоторые мероприятия здесь изложены, которые мы, либо мы участвовали, нас приглашали, либо мы были организаторами, либо с организаторами. За первые полугодия их было в таком гибридном формате, онлайн-офлайн, проведено более 30 уже. По open-source проектам, да, действительно, это не очень такая легкая тема. То есть мы предложили в этом году нашим партнерам, студентам, поразрабатывать мобильные приложения для УИС-Аврора. Не называя это конкурсом, потому что официально мы не проводили конкурс, мы решили просто подпилотироваться с вузами. В итоге изначально заходило 7 вузов, дошло до финала 5. Итоги будем подводить на следующей неделе, у нас последний вуз заканчивает. И по итогам, то есть требованием нашим было, что это должно быть выложено где-то на любом ГИТе и должно выходить под лицензией bsd3-клосс. То есть, соответственно, это open-source, все в открытом доступе. Лучшие приложения будут выложены в качестве примера у нас на ГИТе. Ну и, в общем-то, можно дорабатывать и в дальнейшем выкладывать, возможно, даже в рост-тор. Поэтому мы за развитие open-source. Ну вот пока вот таким способом. В принципе, все. Здесь есть мои контакты, есть контакты Кирилла Чивилина. Если есть вопросы, можете обращаться. Да, слушаю. Да, сейчас, минуточку, добросим микрофон. Спасибо большое за доклад. Да, добрый день. Дорогунов, Псковская область. У нас с вами как раз соглашение заключено. И модуль по программированию мобильных приложений на платформе Аврора мы включили в курс для школьников. У нас не вуз, у нас учреждение доп. образования как раз. И, в общем-то, в несколько групп пилотировали. Вот. У нас одна из сложностей и большое желание было как-то понять, где мы возьмем, ну, при том, что бюджетные учреждения, очень плохо все с деньгами, где мы возьмем устройства, потому что мы делали там на базе программной среды, эмулятора, там, сколько я помню. И, по-моему, у нас одно или два устройства все было. То есть, насколько сейчас это будет работать на разных архитектурах, и насколько распространенной эта платформа может быть в плане железа. Потому что я не скажу, что я очень вникал. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что вы что-то делали для доп. образования, но не конкретизировали, что именно. Вот о чем там речь, потому что нам может быть очень интересно. Это, на самом деле, то есть отвечу, наверное, на второй, потому что он короче и более приятный. Это курсы тоже по разработке мобильных приложений, соответственно. И они разбиты там на четыре программы. И если вам очень нужно, мы можем там помочь, подсказать совместно с Куршковцем. У нас даже сертифицированный разработчик вами есть. Замечательно. У нас девушка прошла обучение. Причем она не преподаватель, а именно разработчик. Разработчик. Потому что преподавателем и этого не было. Мы очень бы хотели, чтобы это было распространенное, потому что вот у нас есть система журналов, все. И мобильные приложения у нас пока для двух платформ. Вы, наверное, понимаете, для каких. Давайте отвечу на первый неприятный вопрос. Первое время мне было сложно на него отвечать. Теперь я могу напомнить, что мы все-таки софтверная компания. Владельцами мобильных устройств являются наши партнеры. У нас нет возможности обеспечивать учебные заведения на текущий момент мобильными устройствами. Также могу сказать, что где-то за полтора года, только совсем недавно ряд не только вузов, но и образовательных организаций, скажем так, школьного уровня, стали присылать запросы, сколько, что, как приобрести, для того, чтобы включить в бизнес, ну, скажем так, в план закупок на следующий период. Нам обещали подарить последствия выборов, но не, ой, может, переписи населения, но не подарили, к сожалению. Куда-то это ушло, не в образование. Ну, в образование ушло часть переписных планшетов, но, скажем, это вопрос, мы с вами можете подойти, потом можем обсудить отдельно. С вашего позволения, я бы хотел задать вопрос по теме конференции, пожалуйста. Будьте добры, отмотайте на тот кадр, где у вас слово «кутыра» появляется. Вот. А скажите, пожалуйста, вопрос по теме конференции, а все-таки я понимаю, что сами материалы обучающие, они как раз открыто лицензированы, доступны и так далее, это хорошо, но эти материалы не по авроре. Есть ли среди ваших разработок что-то, что можно применить без аврора? Не знаю, программирование на куте. Разработка драйверов Linux – это системная разработка, которая может быть применена к любому. В любом случае, системная разработка – это системная разработка. Да-да-да, понятно. Если мы говорим про то, что у нас разработка мобильных приложений для iOS-аврора, у нас существует нативное приложение, разрабатывается в фреймворке Qt. У нас есть точно так же, сейчас, с прошлого года развивается фреймворк Flutter, я думаю, на Flutter можно рассказывать, что это не буду. И есть WebView приложение. Если по Qt, то все-таки я, наверное, передам… Вот Кирилл тут вырывает у меня микрофончик, он вам лучше ответит. Спасибо. Вырвал, да. Я вернусь с комментарием по Qt. То есть буквально раз-два, наверное, два или три раза я тут рассказывал про наш курс по Qt. Он отлично применим под другие платформы, в том числе под мобильные и под доступ. Спасибо большое. Я почти каждую конференцию задаю Кириллу один и тот же вопрос по поводу доступности этого образования. Кирилл, не входи. Дети начинают какой-то проект, естественно, они хотят его делать стол. Но уже ответили, что школам не будет передана аппаратура, потому что эта аппаратура не принадлежит вам, а принадлежит нам вендорам. Надо договориться с вендорами. Но, естественно, ребенок, даже если он получит эти образовательные программы в школе бесплатно, он не будет это делать, потому что ему не на чем это запустить. Почему не на чем? Можно. Он продается в свободный доступ в декабре. Значит, это изменилось. Тогда вот как раз то, что я хотел подвести еще ко второму вопросу. Есть образовательные программы, это прям замечательно. Тоже большое спасибо, что услышали. Об этом я тоже очень часто говорил. И хотелось бы понять, вот у нас это делается, мы подготавливаем грамотных потребителей, как когда-то говорил Фурсенко, или мы все-таки, как вы сами говорили, мы хотим получить неких разработчиков, которые в теме. Но, как уже показал опыт того же Линукса, разработчик опытный в теме, только когда он разбирается в компонентах самой операционной системы. То есть в вузах это прям критически важно. Если не будет возможности разобрать на части операционную систему, то он не будет понимать, как она работает. Вот у вас есть возможность не просто научиться программировать для Авроры, как вот сказал Гоша, это что только для Авроры, например. А вот именно разобраться, как устроена эта Аврора, как она вообще работает, как запускается, как загружается, какие там этапы загрузки на устройство, как вообще привязывается к оборудованию устройств, как взаимодействие с драйверами. Вот это главное есть для именно студентов вузов? Я не говорю еще про школьников. Давайте пойдем поэтапно. Как мне кажется, я выпускник, скажем, наверное, я поступала еще в прошлом веке в институт. В те времена у нас мы вообще были слегка оторваны от, скажем, был институт и была где-то там работа. Как она существует, мы очень сложно знали. Как мы понимаем, что самое важное все-таки, чтобы у студентов была возможность на практике все это использовать. То есть, может быть, мы проводим, скажем так, у нас много, мы не преподаем, наши сотрудники не преподают в вузах, это точно. На текущий момент у нас нет такого ресурса. Но у нас очень многие сотрудники сопровождают ВКР. То есть мы активно даем темы, которые интересны бизнесу, и наши коллеги сопровождают. Это один формат. У нас есть стажировки для студентов. На текущий момент основной формат это срочный трудовой договор. То есть это оплачиваемые стажировки, и в данном случае студенты, для них не создаются песочницы, они подключаются к внутренней инфраструктуре и имеют возможность уже работать в команде. То есть те, кто проходит и кто к нам приходит, мы им даем возможность целиком полностью войти в процесс. Если кто-то за периметром, ну надо думать. То есть я подводя итог? Подожди, 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 подводи итог. Грамотных пользователей. Подожди, пожалуйста. Вот здесь левая верхняя плашечка, первый буллет. Вот тот курс, который называется «Разработка драйверов Linux». Этот курс, который абсолютно не привязан к Авроре. Это фундаментальный курс по разработке линуксовых систем. Мы можем брать любую железку. В Томском политехе, по-моему, у нас с ядро вместе проект. В общем, у нас есть проекты с партнерами, где железки есть, и студенты могут их ковырять. Так вопрос именно не про любой Linux, а конкретно про Аврору, изучение, как она работает изнутри. Смотри, ну опять же, Аврора изнутри – это операционная система, основанная для драйвера Linux. И вот как она работает изнутри, процесс загрузки, он очень похож на то, что рассказывается здесь. А все остальное, ну извините, Маша рассказала про практику, да, придется туда прийти, там и все открыто. Коллеги, да, спасибо. Артем сегодня только по вопросам набрал уже на выступление. Алексей, пожалуйста. У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы используете Qt? Вы используете версию Qt под какой лицензией? Спасибо за вопрос. У нас в САврора сейчас Qt версии 5.6. Соответственно, это лицензия для разработчиков мы предлагаем под лицензию LGPL V2. Соответственно, это та версия, последняя, которая была без теверизации. Сейчас, смотрите, если мне память не изменяет, значит, Qt бывает под разными лицензиями. И вот поправьте, если я не прав, под свободную лицензию она вроде бы, так сказать, идет для свободной разработки. Не совсем так. Лицензии Qt, она как бы минимум двойственная, потому что там есть платная лицензия Qt, есть то, что мы предлагаем нашим разработчикам. И там есть лицензия LGPL, которая как раз позволяет писать приложение с закрытым исходным кодом. Поэтому этим, по большему счету, и пользуются большинство коммерческих разработчиков на Qt. Поэтому кто пишет проприетарное ПО, они используют LGPL. Кто пишет открытое ПО, они могут использовать как LGPL вариант, так и GPL вариант. Повторюсь, что сейчас это у нас вторая версия лицензии. С юристами наконец-то проработали возможность использования в САврора компоненты под GPL и LGPL V3. Поэтому, быть может, таких компонентов станет больше. Быть может, Qt у нас в составе WS обновится. Спасибо. Ну, наверное, еще один вопрос мы успеем. Последний вопрос. Все тут у нас разработчики. Я с точки зрения дизайна. Сейчас зашел на ваш мобильный сайт и не нашел там UI-кита. Как бы страничка есть, но она not found. Вопрос. Будет ли у нас UI-кит все-таки? Это, секундочку, это, наверное, странный вопрос, потому что, возможно, UI-кит недавно обновляли. Может быть, что-то слетело. Недавно я заходила, сам осмотрел, он был. Ну, тут только что. И вопрос. На каких платформах? То есть это будет Figma, это будут какие-то еще у нас проприетарные, чужие? На текущий момент UI-кит на Figma. На Figma, да? Ну, спасибо. Все, коллеги, спасибо, наверное, вам большое за доклад и за подробные ответы на вопросы. Подойдите на стенд, коллегам, и, наверное, вы там сможете показать и посмотреть все, что нужно. Короче, гра-дизайнеру сейчас скажем. Сейчас выглядит.